Завёл машину, слышен звук. Слышите? Ляпает что-то. И ляпает. Частота в два раза сильнее, чем обороты двигателя. Прямо слышать. Ты-ты-ты-ты. Машина сейчас холодная. Когда она прогревается, такой же звук. Только чуть-чуть, конечно, немножко тише. И я хочу сказать, что это отлично. Других посторонних звуков двигателя я не слышал. Только вот этот звук, который в два раза сильнее оборотов мотора и не пропадает до конца на горячую. Это гидрокомпенсаторы. Если звук пропал, то вообще беспокоиться не стоит. То есть гидрокомпенсаторы там или плохое масло, или просто засорились, надо промыть систему. Ну или вообще просто подумать о том, что, может быть, скоро придётся их менять. А если звук у нас усиливается на горячую, то тогда стоит обратить внимание на уже поршневую. Ещё, значит, что мы должны сделать? Мы обязательно должны проверить давление масла перед тем, как лезть туда и что-то менять. И, конечно, компрессию. Компрессию буду проверять как на горячую, так и на холодную. Почему? Потому что на холодную тоже надо проверять. Если у вас будет, вон стоит мотор у меня, видите, 20-клапанник это стоит, надо будет разборкой заняться, накрыт он мешком, уже стоит несколько лет. Если будет микротрещинка в поршне, то компрессия на горячую покажет вам отличную, а на холодную там её вообще не будет. В днище поршне бывает микротрещина. То, что у меня случилось вот на этом двигателе, вот буду разбирать, тоже сниму видео, покажу обязательно. Вот приобрёл такие гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсаторы, значит, смотрим номер 420-00-2210. С ними была очень интересная история. Но уже, наверное, об этом я расскажу в следующем видео. А сейчас, значит, середина марта. Я хочу ещё проездить апрель. Ну, я сильно не езжу сейчас и сильно не на силу и машину. Ну, звук появился уже, как бы, скажем, давно, где-то месяца три назад. Сначала не отчётливый, потом всё больше, больше и больше. Я думаю, что я докатаюсь и буду менять гидрокомпенсаторы. В мае потеплеет, и мы займёмся этой работой. Ну что, пока на сегодня всё. Далее расскажу о ценах в следующем видео. Как я покупал, вы все знаете, какая сейчас обстановка, что сейчас с курсом доллара, что творится вообще на рынке, непонятно. Поэтому расскажу, что они творят и вообще, как выходить с этой ситуации. То есть, вообще, ну, как бы мысли нет. Вот. Но некоторые безобразно себя ведут, и я думаю, что это только будет им во вред. Но об этом я расскажу в следующем видео. За какую сумму я купил, сколько стоят эти гидрокомпенсаторы, где они стоят одну цену, где они стоят другую. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Я буду очень рад вам всем ответить. И надеюсь, что я с вами прощаюсь ненадолго. Всем пока и удачи. Пишите свои комментарии.